Всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Форева С вами любимые форевушки Елена И Владимир Ну что, друзья, у нас начинается новое путешествие на поезде Сегодня утром, мы вчера вечером сели Смотрите предыдущий ролик Как мы садились на поезд У нас был, как всегда, романтик Ну а сегодня у нас новое путешествие А скоро сегодня стация Сальск Едем на север Едем на север Мы проснулись Сейчас будем заваривать кофе Кстати, мы едем в том же самом вагоне В котором ехали на юг Причем на тех же самых местах На тех же самых местах В общем, в нашем любимом купе Поменялся начальник поезда Бригада другая А поезд тот же самый Вагон тот же самый Так, друзья, у нас начинается завтрак Что у нас на завтрак? Яйцо вареное Мы его почистим Смаз шейка, кстати, еще из Перми Сейчас заварим кофе У нас будет заварной кофе У нас остался пока тоже вот отдыха Мы сегодня сейчас последний стратим Сыр В общем, доедалки у нас Вова принес кипяточек в термосе Яйцо у нас будет с майонезом Ну и, конечно же, хлеб есть Вот на каш остался Сейчас приготовим Вам все покажем Ну, в общем, едем И скоро у нас станция Сальск Показываем, ребята, для тех, кто любит заварной кофе У нас вот такая штучка с Вальбереса В прошлом году тоже ее брали Насыпаем сюда кофе Где-то примерно 2 чайные ложки Либо одну столовую с горочкой Вот так получается И прокапываем кипяточком Кипяточек у нас из термоса 85 градусов, кстати, термос показывает Давай, Вова, наливай Кофе получается очень вкусный Сейчас, по-моему, опять будет техническая остановка Там бегают, продают клубничку И вот оно прокапывает И у вас отличный кофе будет готов Пока капает кофе Я посмотрю, что там в окно творится Чеснок продают Я не пойму А, семечки, чищенные семечки продают Не знаю, сколько стоят Но у нас в магазинах они тоже продаются А мы готовим завтрак Наш кофе Видите, какая пеночка получается Все замечательно Смотрим, что там еще Больше никого нет Стоим где-то примерно 3 минуты Итак, мы открыли нарезочку Это у нас сырокопченая шейка Я уже нарезала вареные яйца пополам Сейчас сверху положим майонезик У нас будет сыр Святаева от Татьяны из Саратова Спасибо вам большое Кофе Ну и в кофе мы сейчас добавим с вами сливки Сливки вот такие купили Я люблю готовить Первый раз эти взяли Сейчас надо как-то норовиться налить И оп Замечательный кофе со сливками у нас получился Ну и всем приятного аппетита Мы добавляем капельку майонеза Как без капельки майонеза Ну и все, наш завтрак готов Приятного аппетита еще раз всем Увидимся с вами в Сальске Друзья, мы приехали в город Сальск Кстати, вокзал прямо строится, строится Скоро будет огромный вокзал И мы на втором пути Киоски с булочками, пирожками, печеньками, чакопаями Мы приехали в Сальске В Сальске очень ветрено Прямо такой ветер сильный, сильный Первый раз такой Прохладный Прохладненький Но ничего, сейчас будем уже отправляться Ну что, мы отправляемся Со станции Сальск Даже не стали ходить туда Потому что стояли на втором пути И очень сильный ветер Ну, продают все как обычно Мороженое, булочки Всякие казинаки, печеньки Продукты у них вот Все, Сальск пока-пока До октября Я видела, проезжаем Сальск Маки Смотрите, сколько маков Целая клумба Розы, очень много цветов От Сальска мы уже отъехали И у нас сегодня следующая остановка В 17.20 Волгоград А так будут по 2-3 минутки Остановочки маленькие Проезжаем Пролетарск Пролетарская машина Очень красивые участки Курочки бегают Ну что, друзья Сегодня мы ехали И почти весь день спали У нас через полтора часа Уже Волгоград И мы сейчас решили перекусить Что тут в поезде делать? Спишь и ешь За окном вот такие виды Решила показать вам Что с другой стороны У нас в другом окне В коридоре Вышли в коридор Здесь немножко, кстати, посвежее От купы немного Уже жарко становится Солнце светит Сейчас будем мыть овощи Разогревать шашлычок Под компотик Еще хочу Знаете, что сказать? Многие спрашивают Про эту дверь Не хлопает ли она? Друзья, она не хлопает Почему? Потому что здесь Вот такой вот Ограничитель Вот она вот так вот Целый день В принципе, ее и день, и ночь Никому она не мешает Никто ее не открывает И не закрывает А бывают двери, которые Открываются И туда, и обратно И тоже так же не хлопают Ну что, друзья Вот мы и накрыли наш стол У нас овощи У нас шашлычок Компот Бабушки Соус в кемале Ну и вместо хлеба Узяли хачапури Слойка с сыром Всем приятного аппетита Кто кушает Ну и кто не кушает тоже Но собирается В общем, остатки Было и роскоши Да, это мы ходили Когда в Сверский водопад И жарили Открывали сезон 20-24 Заморозили А теперь можно его и доесть Мы его замораживали У нас пролежало Почти 10 дней В морозилке Да, ничего ему будет Ничего ему не будет Сейчас он как свеженький Ароматный Все Всем приятного аппетита Уже пригороды Волгограда Скорее всего Всем волгоградцам Привет Огромный привет от фарамушек Дай лучшее пожелание Яблоки висят Картошка колосится Ну да Вот так вот нарезали Чашлычок, ребята, пока вкусно Вот с этим соусом Вообще обалденно И овощи И вот такие прекрасные виды С окна Если это так вкусно Что даже никакого ресторана не надо Какой ресторан? Там не жарит шашлык вообще? Ну да У нас намного вкуснее И дешевле Кном не получается Вот так Сколько такой шашлык будет стоить Даже вот готовый? Не знаю Дороже Дорого-богато Дорого-богато Пишите в комментариях А у нас все скромненько Комонненько Вот с такими видами И пойдем гулять в Волгограде У нас остановка почти 50 минут Почти Мы, друзья, подъехали Станция Сарепта Огромный привет от форевших в Сарепте Всем, кто живет в Сарепте Там точно есть наши подписчики Да Мы их видели прямо живыми И вам огромный привет от нас Уже совсем скоро Волгоград Мы отобедали Очень-очень вкусно И теперь решили попить чаек Вот так чаек заварили С конфетками И с печеньками Юбилейные И опять всем Приятного чаепития Вместе с нами Какие виды? Зеленушка к вам Сейчас где-то будет здесь вокзал Старенький у них Волгоград Трамвай Волгоградский У нас раньше такие-то уже ходили Но их давно уже нет У нас теперь новые Современные трамваи Скоро будет остановка Мы с вами погуляем За бортом Кстати, 27 градусов тени Я представляю На солнышке сколько градусов Уже видно здание вокзала Мы подъезжаем Кстати, вокзал походит на Сочинский Ни одного типа вокзала Тоже с часами Со шпилем А вот, друзья, уже и Волгоград Всем волгоградцам привет Привет от фореушек Очень красивый вокзал С часами Ну что, Вова, идем гулять Там плюс 27 в тени Погреемся еще на солнышке Ну что, друзья, мы вышли с вами в Волгограде гулять Вот, троллейбус У нас тоже в Перми уже давно нет троллейбусов Здесь еще троллейбусы ходят Жарко, тепло Вообще замечательно Здесь все время объявляют какие-то объявления Стоянка поезда 49 минут 49 минут будем стоять здесь Давайте посмотрим какие-нибудь сувениры Что продают в киосках Посмотрим Волгоград кружечки Сталинград кружечки Деньги продают Новые Ничего себе 100-рублевая купюра стоит 300 рублей Так-то она один к одному должна быть Село Стародубское Новое мороженое Пламень Волгоградское сквозь О, Волгоградское сквозь Оресные 107 Кружечки Такие кружечки Сталинград, Волгоград Кстати ветер очень сильно дует Надо ветрозащиту одеть Вот еще покажу вам Кружечки Волгоградские Тарелочки Волгоград Волгоград Родина, мать Сталин В Волгограде как обычно Очень тепло Даже жарко Передаю привет всем волгоградцам Еще раз Особый привет Огромный от нас От форевушек Кристине, папе Жене, Светлане, Маше Вам большой привет Вова где-то у меня снимает Кстати коротышки Уважаемые пассажиры Куф очень много Разных всяких А я друзья Коплю кружечки Вот такие маленькие И у меня вот такой кружечки нету Волгоград написано Стоит кстати такая Малюська 300 рублей А чуть побольше 350 Ну я пока вот такую взяла У меня Сочи такая Есть подобная Пусть будет Волгоград Красивая Машинки есть Вот модельки Смотрите Скорая помощь Дети Есть такие стопочки Сталинград Вот такие вот кружечки Они стоят 350 У них Такие вот малюськи Друзья купили вот новые мороженки Вот такую мы уже пробовали Вкусная А еще новая появилась Вот такая В бумаге Пергаментная Сколько она здесь? Со Сталинградом 12% жирности Друзья Сейчас объявляют электричку До Волжского Кристина Может к вам сгоняйте? Мы наверное точно На даче К нам садятся Смотрите Ух ты сколько Это в наш вагон Смотрите Какое свежее мороженое Сегодня 27 мая А это выпущено 20 мая 24 года Вот это мы пробовали 15% жирности Вкусная? Вкусная Вкусненькая Я сейчас вот это открою еще Будем пробовать с вами Пробуем Волгоградское мороженое Знаете На вид походит Как в гуме В Москве Такое с горочкой Очень друзья Вкусное Кстати Вот это вкуснее Чем вот твое Это какое-то Более водянистое Хотя у него Жирность больше 15% А это прямо Такое маслянистое Как должно быть Как должно быть Вот это вот Кто будет проезжать В общем Мимо Волгограда Покупайте Вот в такой бумажке Написано Волгоград На нем Волгоградское Новое мороженое Стоимость 130 рублей Ну на вокзале В магазине Наверное Рублей 50 Уважаемые пассажиры Оформить заезд На оказание Помощного Мобильного пассажира У нас десерт Такой сегодня Вкусный После шашлычка Да И вам всем Желаем Приятного аппетита Очень вкусно Любуемся вокзалом Вокзал тоже обалденный Походит Я уже говорила На сочинский В Сочи тоже Такой со шпилем И в Краснодаре Такой со шпилем Вокзал Друзья И мы купили Еще две котлетки Такие По-киевски Спасибо огромное Светлане Светлана нам Приносила котлетки Такие очень-очень Вкусные были Но мы сейчас На вокзале Решили купить На вокзале Они стоят Кстати 100 рублей Как бы скажу Не очень Дорого На перекус Нормально Мы сейчас Разогреем Проводницы И еще раз Перекусим После мороженки К котлету Вова Нормально Нормальный Перекус У нас будет Ну это Ближе Ближе Уже К ужину Наверное 48 минут Продолжается Посадка В пассажирский Поезд Номер 354 Это к нам Продолжается Посадка Вот это Наш вагон Ребята У нас Десятый Номер Вагон Едем У нас Последнее Купе Прям Котлетки Увидела Вспомнила Сразу Светлану Подписчицу Из Волгограда Огромное вам спасибо Приносили нам Вот такие Вкусные Вкусные Котлетки И мы решили Попробовать Теперь с вокзала Такие же Или нет Почти 50 минут Конечно Можно и в город Сбек И там Посмотреть Уже не пойдем Сейчас у нас Есть от поезда Тенечек Так хорошо А когда на солнышко Выходишь Просто очень жарко Увидительно Но на первом И втором пути Нету поезда А мы стоим На третьем пути Обычно Бывает что здесь Несколько поездов Еще Друзья Сейчас в киоске Прочитала Вот эта котлета Называется не по-киевски А по-волгоградски Написано Куриное филе Панировка И сливочное масло Будем пробовать В Волгограде Наши подписчики Вернее Они едут В нашем поезде В нашем вагоне Из Нижнекамска Да Из Нижнекамска Всем привет 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 Все с мороженками В Волгограде В Волгограде В вкусное мороженое Сейчас будем фотографироваться И едем дальше Друзья Садимся в вагон У нас до отправления Минут 9 еще Сейчас надо Поотвечать на ваши комментарии Ну заходим Кстати Еще будем пробовать котлеты Еще раз вам покажу Покажу вам Вот такой у нас кулер Холодная вода Горячая вода Здесь кстати Можно посмотреть попутчик Все Заходим Зашли в вагон А с другой стороны Стоит тоже поезд Написано на выставку Россия Лучше поезда Какой-то туристический Что ли Там вот видно Что плацкартный вагон Я не знаю Ну почему-то Они на четвертом пути Получается стоят Поезд номер Сейчас я увижу Поезд номер А нет Не видно какой номер Вагон номер 8 только Заходим в наше купе Ну что Волгоград Что Волгоград Пока-пока Сейчас будет скоро Родина-мать И возможно мы Увидим арену Волгоград Стадион Все Поехали Волгоградцам всем привет Еще раз С другой стороны Вот такой поезд Стоял Мы показывали Вперед Россия Там что-то такое Было написано Сейчас мы От него Немного Отъезжаем К нам В Волгограде Тоже люди Сели У нас Полвагона Было пусто Поезд номер И не написано Слушайте Какой номер Поезда Просто поезд номер И все А люди вроде Едут в поезде РЖД А вот Номер 97 Тында Вот Прочитала Наконец-то Что за поезд Скоро будет Родина-Мать Будем с вами Наблюдать Церковь на горе Волгоград Волгоград Тоже очень красивый город Очень много красивых домов Церкви Вот вижу Уже Вижу Родину-Мать Вот там Далеко-далеко Сейчас подъедем Поближе Я вам Покажу Сады Придония Вот это здание Это видимо Офис Сады Придония Соки Скорее всего Что делают Я не думала Что это завод Хотя Кто его знает Пишите в комментариях Там написано Сады Придония Станция Бакинская Проезжаем А вот туда написано Стрелочка Мамаев Курган Я думаю Что на электричке Тоже можно доехать До Мамаев Кургана И вот появляется Уже Родина-Мать Мы ее сейчас Объедем С вами Вокруг Железная дорога Так построена Что мы объезжаем И видим ее Со всех сторон Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 очень красивое место проезжаем такая арочка вон видите солнышко выгнуло сейчас его снова не видно будет 100 видно поезд грузовой очень приятно ехать и видеть вот такие виды шикарные из окна поезда где нам солнышко не видно потому что там тоже насыпь ноги-то за насыпью садится ну и поезд проехал вот теперь нам видно солнышко смотрите на снова стало очень интересно ехать смотреть в окно напишите кто тоже любит ехать в поезде и смотреть в окно разные пейзажи пейзажи меняются итак друзья за окном споркается солнышко уже спряталось и мы начинаем готовить ужин а на ужин у нас что догадайтесь я знаю что наши постоянные зрители уже догадались это будет салат красное море нам надо будет крабовые палочки перчик красный помидорки в этот раз у нас черри капелька майонеза ну и конечно же сыр вот на сыр остатки чечил балыковый сейчас с вами будем готовить первым делом нарезаем красный перчик вот такой соломкой отправляем в кастрюлку потом нарезаем помидорки черрики вот такие мячки да только помидорки мы нарезали и отправили кастрюлю теперь приступаем крабовым палочкам распечатываем крабовые палочки тоже нарезаем нарезаем крабовые палочки вот такими колечками можно сказать крабовые палочками они же потом у нас будут такие как они потом такие спиральки да спиральками тоже отправляем их в кастрюлку берем сыр балыковый чечен и нарезаем вот такой соломочкой все чтобы было почти отреформено кстати это наш самый любимый поездной салат в каждую поездку стараемся его делать самый простой салат сыр не обязательно солугодный балыковый какой будет будет отправляем в кастрюлку самое главное не забыть добавить капельку майонеза и последняя капелька оба и перемешиваем вот таким образом перемешиваем снизу вверх снизу вверх ладно не море правда он без чеснока чеснок даже и стали брать романтические свечи у нас шейка сыра копченая по типу хамона котлеты по-волгоградские из волгограда и конечно же бабушкин компотик всем приятного аппетита и мы сейчас будем ужинать я вот на такой вкусной ноте мы сегодня заканчиваем наш ролик день подошел к концу нас ждет завтра новый день ролик тоже подходит концу не пропускайте наши видео ну и на сегодня всем удачи всем здоровья всем пока 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 удачи